Аллилуйя! Слава нашему Богу, что Иисус родился! Сегодня у нас такое праздничное настроение. Вчера наши сестры потрудились здесь. Видите, какая красота, да? Это наша сестра Мария Базикова и Людмила Пустошила. По-болгарски Мария не Базика. То есть она не шутит, она вот... Все очень серьезно. А Людмила у нас, она не опустошающая до в полдень. Она приносит благословение и полноту, да? Нашу сестру. Слава нашему Богу! Сегодня у нас Рождественская проповедь. Рождественское служение. И Рождественская служба. Не буду злоупотреблять ваше внимание сегодня, постараюсь коротко, по сути. Няма много, да ви отнемут внимание ту. Що се постараю накратко. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Матфея. Утворим Евангелие от Матея. Четверта глава. Четверта глава. Четвертая глава с 12 стиха. От Ванайси стих. На проекторе вы можете читать перевод на болгарском языке. Услышав же Иисус... Сейчас я подожду, когда перевод включится. Что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. То есть мы знаем, что мы знаем. Что Иисус Христос, Он родился в каком городе? И знаем, что Иисус Христос и Родил в Койград. Кто знает? И жил где? И жил в Назарете. И дальше написано. И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаии. То есть мы чуть попозже прочитаем пророка Исаии. И малку покоснущики прочитаем пророк Исаия. Который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. То есть какая это была страна Галилея? То есть Куэда-Джава была Галилея? Мы узнаем о том, что Галилея это была языческая страна. То есть Биромича-Твая была языческая страна? Которая находится за Иорданом. Куэда-Джава была Галилея? И что она находилась во тьме. Написано, народ, сидящий во тьме. Увидел свет великий. И сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Что произошло с языческой страной Галилея? Туда пришел Иисус Христос. И начал говорить слова истины. И запущен договор, думайте на истину. И принес в эту языческую страну что? И дунест его в тазе страна какво? Свет написано. Светлена. Осветил. Осветил я. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона. Потому что и там языческая Галилея тоже были евреи. Потому что это находилось недалеко от Израиля. Им было евреи за что-то все, но не далечу от Израиля. И Иисус Христос видит два еврея на берегу. И Иисус Христос видит два еврея на берегу. Ловят рыбу. Какой-то ловят рыба. Ну как-то по-еврейски, да? Ловят. Бачи поняков еврейский начин. Потому что Иисус сразу проделал, что это евреи. За что-то Иисус Христос, видна говоря, разбрал, что это евреи. Наверное, они там что-то такое, у них сети какие-то были особенные. Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающего сети в море. Ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. И тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев. Иакова Заведеева, и Иоанна, брата его. В лодке Заведеев, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас, оставив лодку, и отца своего, последовали за ним. Представляете, ремесленники, рыбаки. Представите, рыбари. Для которых рыболов. За какое-то рыболово. Рыбная ловля. Ловина рыбота. Основным пропитанием, средством для пропитания. Они оставляют свои сети. Оставляют свои лодки. Братья оставили своего отца в лодке. И последовали за Иисусом. Дальше. И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, в Иерусалим, Иудеи и из-за Иордана. Аминь. Что фарисеи говорили про Галилею? Как волосы оказывали фарисеить из Галилея? Один фарисей сказал, из Галилеи может ли прийти что-то хорошее? Разве может прийти из Галилеи другой фарисей? Друг фарисей говорит, разве может из Галилеи прийти пророк? Помните эти места, да? То есть, что может прийти из Галилеи? Какое зобство добро может дойти там? Ну это вот, в каждой стране есть какое-то такое злачное место. И во всякой дольжавы им такое страшное место? Ну как своего рода клуака. Какая-то клуака? Ну например, в нашем городе таким местом был Майкудук. Например, в нашей городе такого места бежит Майкудук. Ну мы все знали, что с Майкудука ничего хорошего не может прийти. Там ничего хобового не может дойти. Потому что там живут одни такие... Бандиты. Одни бандиты. Преступники. Преступники. Ну, в России, я думаю, что примерно, да, это Ростов-на-Дону, криминальный такой город, и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда евреи слышали про Галилею, они так сразу мгновенно реагировали, что может быть хорошего из Галилеи. Но так написано у пророка. И давайте мы вместе прочитаем. Пророк Исаия, 9 глава, с 1 стиха. Какое же место исполнилось вне Иисуса Христа? Место, которое написано у пророка Исаия, 7 веков перед Рождеством Христовым. За 700 лет пророк Исаия предсказал очень подробно. Я думаю, что больше, чем у пророка Исаия, не было предсказаний пророчества именно об Иисусе Христе. И так подробно. И смотрите, что пророк Исаия пишет. Пророк Исаия повторяет 9 глава с 1 стиха. Прежде время умолила землю Заволонову и землю Нефалимову. Но последующее возвеличит приморский путь. Зайорданскую страну. Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной светло сияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться при тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ермо, отяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина... Послушайте внимательно. Подходим к кульминации. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение. То есть воины, такие кровопролитные... То есть воинники какую-то проливают ногу, кровь... Они прекратятся. И одежда, которые были обогрены кровью, будут отданы на сожжение. То есть за ненадобность. В пищу огню. Почему? За что? За что? И дается ответ. Ибо... Ибо это что? На старославянском это потому что. То есть дается ответ. Почему придет победа? За что ще дойде победа? Вот тема моей сегодняшней проповеди... Мы победили. Че не победихме. Потому что родился... За что-то се родил... Младенец. Младенец. С большой буквы. С гуляма буква. И... Послушайте логику. И каква е логиката? Любая страна... Че всяка държава... Самая языческая... Самая черная... Самая черная... Находящаяся во тьме... Коятость на миру втомнена... Получит полную победу... Че получит полную победу... Если в ней... А ку в нея... Родится... Серуди... Младенец. Есть какая-то логика в этом? Им или никакого логика? Вам интересно? Интересно ли вы? Если бы мне сегодня... Кто-то так сказал... О том, что... В твоей жизни... Обязательно придет... Великая победа. Но прежде нужно... Чтобы в твою жизнь... Пришел... И родился младенец. Понимаете? Вы лавливаете мысль. Если бы я жил... Во времена пророка Исаия... Я бы... Проявил бы свое... Несогласие. Я бы сказал Исаия... Исайя, извини. Но... Нелогично. Но логики нет вообще никакой. Что это за пророчество такое? Языческая страна... Держит победу. Языческая держава... Ще одержи победу. Потому что там родится младенец. Но как-то неконгруентно. Не логично. У меня... Когнитивный диссонанс, Исайя. Имам когнитивный диссонанс. Я думаю, что Исайя... Исайя меня... Сразу поймет. И я считаю дальше. И читаю нотатак. Победа, потому что младенец родился нам. Сын дан нам. Владычество на раменах его. И нарекут его имя. Ему. Чудный. Советник. Бог крепкий. Кто родился? Кто родится? Пророчество о том, что Бог родится, придет на землю и будет первое время младенцем. Отец вечности. Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду отныне до века. Ревность Господа Савоофа соделает это. Можешь сказать на это аминь? Можете ли докажем аминь? Знаете, я сегодня утром проснулся. Но проснулся рано. Думаю, утром подготовлю проповедь. И где-то в пять часов сижу и молюсь. И в пять сутрин да се събудих и се моля. Господи, дай слово. Господи, дай ми слово. Господи, дай, чтобы было свежее слово. Нека е свежо. Я не хочу проповедить то же самое. Не искам да проповедвам едно и също. Я хочу раз, каждый раз проповедвать что-то новое. Искам всеки път да имам нещо новое. Чтобы всем нам было интересно. Чтобы мне было интересно. И на мен да ми е интересно. Потому что 30 лет проповедвать это одно и то же. Защо до 30 години да проповедвам едно и също. Можно умирать от тоски. Можешь да умра от тага. дай мне нечто новое ты обещал мне, что каждый раз будешь давать все новое древнее все прошло и Бог дает мне эту проповедь и я начинаю молиться Господь, а что же это какую страну можно сегодня привести в качестве примера первое, что мне в голову пришло может потому, что мы вчера об этом вспоминали мне пришло Сомали ну думаю, что хорошего может прийти из Сомали кто может мне ответить ну Сомали может только мы знаем о пиратах сомалийские пираты кто-нибудь хотел бы иметь дело с сомалийскими пиратами знаете, я может быть два года тому назад увидел первый раз Сомалийку это студентка стоматологического факультета на практике ну мы знаем у стоматологов проблемы со спиной потому что попробуйте вот так целый день постоять вот в такой позе спина конечно очень устает и отваливается и вот она пришла с практики на английском языке у нас уже есть переводчики профессиональные ну переводят о том, что она приехала, прилетела привет, хочу сядут идею Сомали вот Сомали 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 на Болгарске Сомали черная черная я скажу чернее асфальта просто таких черных я давно не видел Никогда, наверное, да ну я говорю проходите спина болит я должен осмотреть позвоночник раздевайтесь, ложитесь на живот я через пару минут подойду и захожу она и влизом ну так, по пояс раздета лежит на животе и я начинаю пальпировать ей позвоночник и вижу, что моя рука на фоне ее кожи белая я удивился ну это как бы, знаете, в таком контрасте в таком контрасте руки белые я в таком шоке в хорошем шоке почувствовал себя белым человеком я выхожу из кабинета вижу, ну, Наташа жена идет на встречу я говорю ей Наташа, ты знаешь? Наталья, знаешь ли? кем я себя чувствую сейчас? я сейчас белоснежка просто белый снежанка белый-белый человек белый-белый человек ну это я просто к тому, что и за что вы указывали просто, чтобы вы мне надолго представили что такое Сомали и я скажу вам сегодня одну простую истину что если в Сомали есть на сегодняшний день хотя бы несколько новорожденных христиан по Писанию спорят Писание это страна уже в победе можно сказать на это аминь? можно докажите аминь? это страна уже в победе потому что в этой стране родился кто? младенец младенец уникально звучит звучит уникально но это правда это истина вот сегодня на фоне вот этой и днес на фоне я хочу сказать о том, что люди сегодня воюют не с помощью мечей не с помощью копий не с помощью пушек не с помощью танков или танков и даже не с помощью ракет или ракет сегодня идет такая большая глобальная информационная война ну народы целой нации конкретно вот так я хочу сказать смело потому что это правда демонически обрабатывается уже через все средства массовой информации но кто согласен? и люди просто сходят с ума но такая идет моральная на самом деле има толкова силна моральная деморализация такая деградация просто потому что люди тупо целый день смотрят интернет и потом входят в какое-то вот такое бесовское состояние в некакво бесовское состояние по другому не скажешь и казалось бы выхода в этом выхода из этого вообще нет если бы если бы если бы Иисус не родился аминь или не аминь вот какой выход вот как победить в информационной войне когда победим тази информационная война я сегодня отвечу что отговорят днес веруй в Иисуса Христа веруй в Иисус Христос читай Библию там мораль там истинная нравственность истинская нравственность построена на невероятной истине божественная истина божественната истина аминь или не аминь аминь молись Иисус Христу молись на Иисус и ты уже в победе и ты вече ще си в победа потому что в твоем сердце зашто в твоето сердце родился родил кто кой младенец Иисус Христос я открою последнее место и ще утворя последното място и оно уже написано в Новом Завете и него го пише в Нов Завет первое послание к Тимофею послание к Тимотея запомнить легко лесно е да го запомним 3.16 3.16 то есть есть мы знаем да Библия в миниатюри знаем че има Библия в миниатюра Евангелие от Иоанна 3.16 Евангелие от Иоанна 3.16 а есть беспрекословно великое благочестие тайна которое написано в первом послании к Тимофею 3.16 давайте мы вместе прочитаем первое послание к Тимофею 3.16 и беспрекословно великое благочестие тайна мне интересно посмотреть как это на болгарском звучит без противоречия великое тайна на благочестие какая тайна Бог явился во плоти кто такой Иисус Христос кто этот младенец это Бог явившийся во плоти можешь сказать на это амин это истина это великое благочестие и истина без каких-либо прикословия без всякакви сомнения то есть Богу бы хотелось чтобы мы в это верили тотально без каких-либо сомнений без никакви сомнения Бог явился во плоти Бог се явяла в плот оправдал себя в духи доказан через духа показал себя ангелом виден от ангели проповедан в народах проповедван между народите принят веру и в мире прият в света вознесся во славе и вознесен во слава вот Бог пришел когда-то Господь никого и дошел к нам в качестве младенца в чем-то сердце недавно родился Иисус Христос в качестве младенца но это не просто младенец кто-то может сказать ну каждый день рождаются миллионы младенц и что из этого но большая разница когда раздаются человеческие младенцы и большая разница когда с неба приходит сам Бог и Слово становится плот так написано вначале было Слово и Слово было у Бога и Слово беше Бог и все чрез Слово начало быть и в Евангелието от Иоанн 1 глава 14 стих и Слово стало плотью и обитало среди нас полная благодать и истина Божието Слово и станало плот и за това да не казваме че някога в мен е влязло Слово верь так что когда-то в тебя вошел в тебя родился сам Бог и в этот же момент когда Иисус в тебе еще был младенец ты уже вошел в победу в тотальную победу потому что это не просто младенец а это Бог и явившийся во плоти аминь и вы знаете показал себя ангелом и ангел сей показал Бог оправдал себя в духе вот что это значит какво значит сегодня и сегодня очень много людей говорят но Богу хорошо там на небесах как в этом хорошем фильме Брюс Всемогущий где в главной роли играет Джим Керри мне очень нравится этот фильм а вчера мы посмотрели супруга повторно посмотрели рождественская история где Джим Керри играет практически во всех ролях играет невероятно и смысл каждый раз открывается по-новому а вот в Брюсе Всемогущем он говорит Бог там сидит как маленький мальчик и издевается над нами лупой поджигает нас и потирает ладошки видя то как мы корчимся от боли ну вот такая вот такая интересная вы знаете интерпретация того что люди часто думают о Боге Бог ты что издеваешься что ли там мы тут мучимся страдаем а тебе там там хорошо но это не так Бог себя оправдал и знаете как себя Бог оправдал он когда-то он когда-то пришел в виде человеческой плоти он стал человеком и стал человеком в единственном случае в единственном случае это беспрецедентно он пришел в лице Иисуса Христа и вы знаете за всю свою жизнь Бог во Христе Иисус Христос подвергался самым невероятным соблазням самым невероятным искушениям страданиям боли давление было в Гефсиманском саду настолько огромное что капли пота с его челок капали как капли крови весь демонический мир ополчился на просто такое страшной силой колоссальное давление и в конечном итоге оплевали избили пропустили через полк надели на голову терновый венец тростью забили этот венец в голову так что кровь опять потекла с человека и наконец пронзили на Голгофском кресте распяли и вот эти страшные муки Иисус Христос он скончался преждевременно не так как обычно умирает распятые люди палачи удивились почему Иисус Христос умер так быстро и плачите са учудили за что Иисус Христос починал толкова бързо почему за что потому что грех всего мира был возложен на Иисус Христа и был вверху Него проклятие всего мира и проклятието на целия свят было возложено Иисус Христос сам взял это проклятие на себя и написано и пригвоздило и пише че го е вкарал на креста все болезни и недуги Иисус Христос взял на себя Иисус Христос е поел върху себе си и какво пише при пророк Исаия в 53 главе но ранами его мы исцелили и Он и Он одержал победу и Той има победата и на подвиг души своей и чрез подвига на душата си Он смотрит с довольством Иисус Христос сегодня доволен Иисус Христос е доволен Он направдал себя в духе Той се е доказал в духа сегодня никто не сможет упрекнуть Иисус Христа Иисус конечно тебе хорошо вспомни про страдания Иисуса ему не было хорошо я думаю что ему было страшнее всех и больнее любого человека на этой земле таким страданиям Он подвергся но Иисус Христос одержал полную победу но сегодня я именно о том что победа в нашей жизни приходит тогда когда в наших сердцах рождается младенец скажи на это аминь давайте мы склоним наши сердца и коротко помолимся скажем спасибо Иисус благодарим Тебя Иисус Христос за то что Ты пришел когда-то и в мою жизнь пришел как младенец родился в моем сердце я пережил когда-то первую любовь и вот это было настолько уникально это как в притче описывается это все равно что встретить медведицу со своими медвежатами и как медведица ограждает своих медвежат так ты ограждал нас така и Ти опазваш нас когда мы имели эту первую любовь когда ты в нас был как младенец ярость готова пожрать противника и осознание невероятной безграничной Божьей любви любви ко всем нам мы Тебя сегодня благодарим Иисус Христос за то что ты когда-то пришел на землю оправдал себя в духе показал себя ангелом потому что до этого никто не видел Бога никогда единородный сын вечно существующий в недре очем Бог явил принят веру в мире и вознесся в славе и сегодня ты Иисус восседаешь одесну у Бога на высоте тебе за все слава честь хвала и величие поклоняемся тебе единый Бог через жертву Иисус Христос силу и Святого Духа мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа и народ Божий докажет Аминь Иисус родился Иисус родился в твоем сердце когда-то Иисус родился в твоем сердце имеешь ли ты победу сегодня имаш ли победу днес если ты имеешь то почему и ако имаш победу за что я имаш потому что родился младенец и это написано у пророка Исаия и сегодня спустя уже 2700 лет я вполне согласен с Исаия для меня это звучит очень логично потому что Бог он совершил невероятное чудо аллилуйя будьте благословенны слава Богу я хочу сказать что если ты из какого-то города откуда говорят что оттуда разве может прийти что-то хорошее или из деревни или из страны то сегодня Бог реально хочет чтобы ты был победителем аминь аминь ты хочешь быть победителем аминь вот тоже мы из Караганды города там были одни сплошные лагеря ланчи для заключенных и слава Богу Бог взял нас избрал поставил на это место для того чтобы основать здесь церковь да поэтому скажи несмотря на то откуда я скажи несмотря можешь себе можешь слушать да Бог хочет чтобы я был победителем потому что младенец родился аминь да слава Богу у нас сейчас будет можно да отключать видео аминь